энергообеспеченность powerbank чуть больше 10 лет назад еще не было такой главы бы первый смартфон тогда они назывались коммуникаторами появился у меня 2008 году и я сразу понял его тему тогда чтобы поймать спутники нужно было пройти холодную стадию теплую и горячую холодное нужно было ждать минут 15 а дальше уже было проще после часов 6 паузы в ловле спутников опять наступала аэрохолодной стадии и по возрастающей точность была неплохой но заметно хуже сегодняшней но все же это была революция конце восьмидесятых я смотря на карту в походе мечтал вот бы на карте можно было видеть точку где ты сейчас находишься но это фантастика такое будет лет через 200 я хорошо помню эти мысли я конечно тогда не знал что у ссср уже была группировка глонасс но инструментов для работы с нею простого люда не было и быть тогда не могло на фото видите мой первый телефон коммуникатор и последний смартфон уже разница огромная что будет дальше списке вещей телефона нет потому что он по умолчанию берется он уже прирост к нам не хуже кожи сегодня я беру с собой два телефона у каждого из них свои сильные стороны к тому же в два раза больше электричества но об особенностях телефонов можно поговорить другом месте можно только сказать что в походе телефоны нужны немного специфические желательно непромокаемые стрессоустойчивы к падению с мощной батареи и прочее здесь я все же немного отступлю хоть телефон и не промокаемый что радует но вода которая падает сверху а иногда снизу доставит вам неприятности выше рюкзака если не отключите защиту телефона сети пин-коды змейки по экрану так что если ваш телефон является основным инструментом по определению маршрута съемкам или хотя бы сопутствующим а лучше все же отключить во время дождя вход по отпечатку не работает как только палец или телефон становится уже немного мокрыми другая защита тоже начинает сходить с ума по лицу не знаю не пробовал еще одна мера защиты я заклеиваю разговорный динамик телефона работать с телефоном приходится постоянно и условия совсем не стерильный тем более что моя модель телефона она особенно уязвима с этой стороны забивается этот динамик мусором телефоне вся нематериальная часть похода карты книги фильм музыка компас часы и будильник еще много чего и в связи с этим требуется энергия для работы телефона поход он может длиться такое количество времени которое превышает возможности батарей храните это количество энергии способна обеспечить требуемую работу которую выполнять телефон не всегда экономия сможет помочь один из способов запитать его это пауэрбанк насколько брать и конечно чем больше тем лучше но тот же двадцати тысячник весь где-то с полкило а нужен ли такой кирпич когда вы идете допустим на три дня без опыта довольно трудно разобраться ведь расход телефона он совсем другой чем городских домашних условиях с одной стороны он меньше потому что связь отключена кроме может быть редких минут выхода на какие-нибудь вершины где доступна связь и отсылки коротких сообщений быстрых звонков но с другой стороны телефон часто работает в режиме поиска спутников и вечером чтобы не скучать он крутит вам киносеансы работает качестве библиотеки горят любимые песни и вот здесь тонкий лед например один телефон у меня имеет 4 динамика и музыка из него действительно громкая довольно качественно а у другого хоть и почти такая же громкая но звук то из одного динамика и он далеко не так хорош зато он гораздо экономичнее расходы в этом режиме батареи примерно 1 8 и это роля поэтому я не проигрываю музыку на первом но он прекрасен режиме gps особенно с ослабленной яркостью экрана и прочее и здесь не место говорить на данную тему это лишь затравка к пониманию расхода а значит и какой запас нужен когда я иду совсем один то расход выше одному скучнее вечером и поэтому ты в телефоне уже вдвоем расход расход ниже вам всегда есть о чем поговорить и телефон в это время отдыхает так что одному мне хватает двух телефонов на пять шесть дней похода но если дождь был весь день то поменьше если без него обошлось то подольше но этого режиме гуляя по полной при необходимости можно растянуть и в три раза и чуть больше необходимость это просмотр карт сверху с местностью по спутникам чтение по вечерам до чтение от необходимости благодаря телефону списке вещей отсутствует отдельный агрегат для спутникового позиционирования они довольно тяжелые у них уже нет преимуществ перед телефоном по моему мнению как это было раньше я думаю что он уже во многом даже проигрывает телефон раньше выбрали их теперь не вижу смысла но да из за того что на телефон падает дополнительная нагрузка в плане энергорасхода для этого берется банк у меня на десятитысячная по факту 6500 для пожарной ситуации я порекомбинал брать там крохотную куй баночку еще на полторы две тысячи такие есть например виде брелка весит чуть-чуть но так будет спокойней пусть лежит где-нибудь с ключами и греют душу если я иду поход до десяти дней то мне достаточно двух телефонов и десятитысячной банки а вот свыше тоже беру солнечную панельку солнечная панель длинный поход значительно более раскрепощенных плане расхода энергии в гаджетах как не парадоксально чем средний а все благодаря солнечной панельки размером с большую книгу две половинки которые питают ваши приборы если конечно и солнце и здесь у многих непонимание на какой площади должна быть панель возьмут ли они солнце в тучах а если да то насколько эффективно панель у меня появилась еще 10 лет назад битая перебитая с масса неработающих элементов но она достойно заработала заряжаемой эйсер но батарея у него была 1400 миллиампер а сегодня нужно подпитывать 6000 плюс разница слишком серьезная но все равно у меня был опыт пользования и поэтому я примерно уже знал что искать несколько лет назад стало понятно что для зарядки хватит 14 ватт паспортной мощности в идеале это хороший показатель еще недавно считалось быстрой зарядка для телефона я понимал что написано одно а в жизни все хуже пришлось много читать смотреть разные производители заявляя одну и ту же цифру сильно расходились в эффективности это можно было понять из комментов пользователей более-менее честный китаец оказался только один на тот момент это улпауэр западно буржуйские предлагали слишком задорого свои товары я их не рассматривал та модель на которой я положил глаз имела два варианта на 14 ватт двумя секциями и на 21 с тремя номинально 21 ватт это совсем много но в походе есть что заряжать кроме телефона как раз там два выходных юсб и кроме того что будет важнее более мощная панель будет эффективнее работать в условиях недостаточной солнечной активности солнце она не всегда сияет на чистом небосводе и здесь трехсекционка прямо она прям масть но тяжелее опять же 2 секционка весит примерно 450 грамм а более мощная модель соответственно почти на треть больше и все же прикинув все за я остановился на 2 секцион на варианте скажу сразу по моему мнению я не прогадал первый раз опробовал я ее в крыму там вообще без вопросов более чем отлично на сахалине приходилось изворачиваться уже более активно но целом тоже нормально где-то ужался поэкономил где-то подольше пообедал когда солнце да и в тучах она все равно ловит электричество конечно зависит от туч и конечно можно курить про средние тучи если так опять же можно выразиться за три часа примерно три процента исходя из 16 с половиной тысяч миллиампер взялось когда стоишь лагерем то это результат на 3 процента я могу не один раз поймать спутник и посмотреть убедиться что нахожусь правильно вместе в общем в любом случае с панелькой ты не заблудишься это я вынес со своего опыта есть определенные правила работы с ней во первых нельзя пытаться заряжать телефон когда солнце то открывается то закрывается телефон то прерывает то начинает зарядку и от этого дергается не то что заряжается вообще может разряжаться выходом является зарядка пауэрбанка ему пофиг есть энергия пьет ее нет так и нет он просто себе лежит но все же когда чистое солнце лучше заряжать напрямую гаджет перекачка туда-сюда сжирает энергию вот только не забывайте телефон отключить и желательно убрать в тень и выбрать рациональный угол конечно наклона панельки периодически менять его пауэрбанки со встроенной панельку в корпусе не берите также как и солнечные панели со встроенным пауэрбанком есть такая модель даже у all power и там и там вы будете перегревать банки а для них это убийство или самоубийство а банка на длинном шнуре может всегда отъехать густую прохладную тень да им мало эффективны банки со своими панельками площадь слишком маленькая крыму я крепил иногда панельный рюкзак и за один день она насасывала до 1000 миллиампер это неплохой результат но здесь зависит какую сторону ты от солнца идешь крыму можно позволить себе ходить с панелью на сахалине нет но и цена на рюкзаке характер походов слишком разным крыму дорожки стежки до штук в общем-то редкость это больше часть ты идешь по открытой местности даже не больше части потрясающие большей частью нас халине наших джунглях свернешь панель на раз царапаешь и стоит сказать о том что солнечной панели появляется еще одно условие для ночевки до этого мы разбирали что их три но панель заставит вас резко ужесточить требования к ночевке желательно чтобы место было открыто в сторону и запада и востока чтобы успеть хапнуть с вечера солнца и не пропустить утреннюю зарядку банки или телефона это конечно не обязательно условия но но она не повлияет на общий комфорт поэтому нельзя назвать его прям полным условием эдакое полу условия поэтому смело можно говорить о том что солнечной панели появляется вас три с половиной условия для ночевки и вывод солнечная панель она определенно важный атрибут походной экипировки но в силу значительной автономности телефонов и банки а также вес панели более чем 400 грамм она востребована продолжительных походах длящихся свыше 10 дней книга электронная походе не всегда несешься сломяк голову покоряя подвернувшиеся под ногу горные вершины большую часть времени походник проводит лагерь то спит то есть то грустно скучает или нет когда есть чем заняться наловил ты рыбу напилил дров и все равно остается время которое нужно заполнить до сна в одиночном походе это особенно актуально поговорить то можно только с собой а это не интересно а вот почитать я люблю как правило это делается с телефона но порой длинные походы я беру электронную книжку свой pocketbook 740 про экран 7 и 8 дюймов это почти формат стандартной книги да к тому же прошки не страшно вода про заряд можно не думать так как будто у тебя обычная книга а их памяти этого аппарата уже больше 1000 целой библиотек при активном чтении хватает на месяц и больше но если что то и зарядка не проблема батарея на всего полторы тысячи миллиампер так что кроме удобства чтения огромного выбора контента электронная книга еще и вносит свой вклад в энергобезопасность ты же когда читаешь не тратишь телефон зарядку телефон и лишь ее вес почти 400 грамм носит некоторые раздумья братья на постоянной основе в походы или нет кабели забыть данный элемент это все равно что проносить весь поход обыкновенный кирпич вместо пауэрбанка и солнечной панели поэтому не стоит пренебрежительно относиться галочки напротив этой фамилии и важно не забыть что не всегда кабели подойдут разного рода гаджетов так что можно даже разбить данные мебели на те типы которые требуется не забыть и часто кроме кабелей имеет смысл брать саму вилку ведь порой приходится добираться на поезде на самолете также как возвращаться и либо будут выходы в деревне где скромном сельском магазине вам не откажут запитать ваш телефон часы наручные в моем списке есть часы потому что в обычной жизни я их не ношу поэтому если часы это ваш каждодневный атрибут то и в список заносить смысла и их нет по ходе понимания времени важная вещь сколько прошел какие интервалы между перекурами нужно понимать в каком часу начнет темнеть когда небо тут например плотных тучах или вдруг полное солнечное затмение чтобы во время встать на ночевку и без излишней суеты в темноте сделать все необходимые работы обязательно фиксировать выход с утра окончание движения вечером конечно время можно смотреть и на телефоне но потому и помещены часы в раздел энергообеспеченности что часы и позволяет не дергать телефон и сохранять заряд больших походок да у нас там по 6 человек у нас даже есть специальная должность хронометрист он там все записывает все вот вышеперечисленные моменты и ставит конечно же напротив время за много дней похода каждое такое включение телефона для определения времени она набегает определенный процент заряда батареи которые соответственно экономят обычные наручные часы мои командирские со мной с 1986 года они прошли крым и рым надежно как телега завел пружину и на сутки хватает запасом smart часы пока приобретать не хочу не очень понимаю функцию за такую цену новая глава безопасность начинаем с фальшивер с кобурой сигнальные патроны фальшивый не настоящий огонь это то самое средство которое дешево и эффективно здесь напрашивается целый обзор по средствам против агрессии медведя но это как-нибудь потом коротко можно лишь сказать неожиданно свистульки брятся не котелка узел и все это обладает лишь довольно слабым предупреждающим эффектом не особо гарантирующим обратного эффекта привлекательности медведь существо любопытное особенно молодые особи ему будет обязательно свербить что же такое там улюлюкает а неожиданное происшествие его пугает этим обладает не только фальшивер но и сигнальные патроны в этом же ряду зонтик когда его резко открываешь в лицо медведю народ правда свято верит что пугает его страшная рожа нарисованная на зонтике но в момент раскрытия автоматического зонтика медведь ее уже не успевает рассмотреть конечно же фальшивер это атрибут тех местностей где медведь делит с вами тропы в корму он будет лишний кто-то берет даже два фальшвейера безопасности много не бывает я ограничиваюсь одним ну и парой тройкой может сигнальных патронов не всегда но порой фальшвейеры есть разные мягком корпусе твердом есть укороченные автомобильные спасательные с красным огнем белым с автоматическим стартом через чирканье как спичка с отвинчивающейся крышкой с резиновой заглушкой заглушкой лучше ее откинул и все к бою готов а то в стрессе не факт что ты быстро отвинтишь крышку а с открытой ходить нельзя трусик может нечаянно-то и зацепиться и заставить сработать фальшвейер обязательно нужно следить за датой по которой это изделие гарантировано подобные пиротехнические изделия лучше не использовать сверх положенной даты годности и когда он заканчивается то мы всегда радостно оканчиваем поход таким вот салютом ни разу не пришлось использовать против медведя как-то мы с ними расходились даже в случае очень близкого сталкивания однако наличие фальши греет душу ведь если что у меня есть и будет шанс и у меня вот такой фальш естественно с резиновой откидной крышкой я не полагаясь на свою стрессоустойчивость пусть лучше откину чем буду твич его применение фальшвейера тоже имеет свои особенности запуск фальшвейера нужно производить практически в упор иначе вы только рассмешите медведя и дождавшись когда прогорит огонь он захочет познакомиться с вами поближе так что кроме фальшвейера нужно иметь еще необходимую выдержку а иначе не забывайте дома ваши железные нервы они могут вам пригодиться и спасти здоровье или даже жизнь в завершении в чем носить медведь он ведь без предупреждения может кинуться хоть бурый медведь в принципе не охотник но бывает что он скрадывает жертву и бросается из засады и времени на поиск фальшвейера как вы догадываетесь будет немного он нужен под рукой здесь и сейчас проблема где найти такое место в походе во время движения что прямо под рукой у меня было бедренный чехольчик но исчез и сейчас я сам намереваясь приобрести под фальшвейеры не по-моему не делают чехлы кобуры зато их делают под всякие дымовые гранаты или ракеты исходя из размера стандартного фальша это 38 на 220 миллиметров кобуры под дым немного больше чем фальш разница может достигать видите на фото 5 сантиметров в длину и в случае с ракеты там наоборот покороче будет всего на сантиметр это не критично но на два сантиметра с лишним ширину тоже не критично но в принципе выбор за клиентом фонарик налобный летом когда день зашкаливает за все разумные пределы чем севернее тем эти пределы шире возможно вы ни разу не достанете фонарик но поход такая штука ты не знаешь когда что произойдет завтра поэтому даже если ночью вас вашем регионе будет там пару часов фонарик все равно он должен быть наготове а вот уже в конце лета осенью без него вообще обойтись непросто он нужен и с этим придется смириться прошли те времена когда фонари были громоздкими с быстро садящимися батареями просто я помню и мне есть чем сравнить но был правда один фонарик где батарейка не садилась вообще никогда жучок назывался нужно было наяривать рычажком чтобы получить свет но даже тренированной руки надолго не хватало но для лагеря там посмотреть котелок кипит не кипит вполне хватало первые светодиодные фонарики появились мою бытность самом начале двухтысячных пацаны нахваливали но я все еще обходился всякими дедовскими методами свечкой кастролом там или обычным фонарем потом появился мне китайский налобный светодиодник для хода он был ужасен а вот для лагерных дел вполне хватал это уже внесло приятное удобство большой проблемой всегда было понять например что творится в котелке во время готовки в темное время суток учитывая что должно желательно быть свободны две руки да даже такая мелочь по ходе она перестает быть мелочью когда это доставляет трудности были еще какие-то проходные фонари один даже нашел помню в тайге но вскоре и потерял же но вот начале 2015 года девочка мне подарила мне петцель знаменитый французский и он да не самый топовый своей линейки середняк я не помню сколько люб он выдает но главная практика показала что достаточно вполне для хода и тем более для лагеря к сожалению в то время фонарики еще не подзаряжались через usb он живет лишь только через батарейки внутри а этот фонарик также без интеллекта который позволяет высасывать энергию по максимуму вот сразу всю энергию высасывает и чтоб он утух момент когда садится батарея и как-то раз я помню вел целую группу 12 человек и мы зацепили темную часть суток был февраль и вот когда группа включила фонари все до единого кроме меня и одной девочки они заблестели такими какими-то чахлыми пятнышками не способными осветить путь это хорошо небо было светло и зима снег все подсвечивать зимой проще типа ночью без искусственного освещения и можно было ориентироваться без фонарей если у вас фонарик подобного типа то лучше иметь два комплекта батареек один для лагеря обычно я беру уже уставшие какие-нибудь батарейки для лагеря не сойдут и один свежий он лежит на всякий случай на случай хода когда ходовые устают они свою очередь переходят в разряд лагерных и так по кругу это мой случай у вас может быть аккумуляторного типа батарейки и вы их постоянно подзаряжаете я уж не говорю о современных почти все они имеют usb подзарядку своих аккумуляторов какие-то идут с фонариком какие-то нужно покупать отдельно но почти все уже их имеют это офигеть как удобно ты просто утром подзаряжаешь с банки и фонарь полностью уже готов к своей роли тем более что заявлено количество перезарядок в ряде фонарей я обалдел заявлено 1000 все оставшуюся жизнь по мне так врут как обычно но даже половина это уже сильно хотите еще дольше продлить ресурс батарейки тогда не дозаряжайте до конца особенно летом когда фонарь не нужен для ходового действия а только для лагеря и естественно не разряжайте до 0 я не смогу расписать все параметры которые потребуются для выбора они вроде бы уже не столь существенно но все же будут приятным бонусом до примеру есть встроенные аккумуляторы которые можно заряжать прямо на ходу во время свечения тропы также присутствуют модели где это невозможно само собой предпочтительным первые хотя это так в теории на практике если вы будете следить за зарядкой то вряд ли понадобится но тем не менее первые у них вообще нет предела работы пока у вас есть банк есть аккумуляторы например на стандартных пальцах 18650 с такими не нужно ломать голову сберегая их ресурс просто меняя их там хоть каждый год есть другие фишки типа автоматического изменения силы подсвечивания подсвечивания в зависимости от расстояния на который ты свечишь чем дальше ты свечишь тем сильнее ближе перевел автоматически стало слабее светим что он близко тебе не надо столько свет или сбалансированный круг освещения но если вы перфекционист прям то вам будет чем заняться при выборе фонарика еще в современных фонарях на которые плотно заглядывать есть клевая тема это красный свет человеческий глаз довольно муторно привыкает к темноте и за 10 минут он привыкает к темноте в 600 раз этому за 10 минут надо привыкнуть в 600 раз это а ну вот сбить ночное зрение можно вообще мгновенно одним только лишь всплеском обычно на свет фонаря а потом ты опять привыкаешь а красный свет он все-таки незначительно не так значительно сбивает ночной настрой настройку зрения красный свет еще хорош тем что его слабо видно со стороны и это тоже может быть преимуществом во время войны вот цвет маскировки были такие моменты когда красным освещает есть еще масса каких-то технологических всяких новинок но менее значимых а силы освещения фонаря для ходов принципе вполне хватает порядка 200 люм и вот лично мне пригнулся или лет lancer и меч 6 либо трек 900 юсби 400 люмен фор класс первый конечно он стоит два раза дороже но там есть за что не остается лишь сказать что во многих походных направлениях за последние 20 лет произошла революция и фонари это одно из этих направлений батареи лагерные батареи ходовые мы уже поговорили об этих особенностях это опять же конкретно мой случай с моим устаревшим уже фонарем брать два комплекта батарей для хода и для лагеря уж больно мне в памяти случаи когда вся группа лишь бликовала фонариками без всякой на то пользы если у вас уже есть современный со встроенным аккумулятором тут такая пертурбация будет для вас лишней единственное если вы хотите поберечь на ресурс аккумулятора то возьмите с собой какие-нибудь дешевые батарейки которые для действия условиях лагеря будет достаточно аккумулятор пусть подальше поживет на комарник а сколько я настрадался от этих гадов везде кроме крыма и в прибайкале и в пойме амура приморье асихоталинь народном сахалинь не что так не бесит как эти комары гнус оводы они просто стирают красоту мест по которым ты идешь и сколь завораживающие горы северного прибайкаля где мы бродили три недели но комары с собратьями не изводили все восторги на нет тогда я познакомился с опытом выбора на комарника перед заходом мы купили на местном рынке какие-то на комарники доверились увиденному не замерив они оказались короткими и чай шеи никак не было не закрыть приходилось все время натягивать куртку по самые уши и все равно оставались гостеприимные щели после этого выхода я вышел сильно поумевшим не только по отношению к на комарникам да и вообще но на комарник стал для меня просто символом того похода где стая комаров при желании могли тебя переносить через реки один раз я попытался шить на комарник с какой-то ткани для оконных сеток даже взял поход горы северного сахалина он не показал себя все же мои руки растут не оттуда и материал оказался неудачным и сегодня меня на комарник это накидка для любой подходящей шляпы и широкополая афганка вот прям как раз подошла для этой цели и сегодня данный тандем выручает не только меня но заблудившихся среди комаров девушек как-то пришлось отдать девочки на комарник свой когда я увидел что при вступлении в лес укусы гадов сразу заставили опухнуть ее лицо она буквально заплакала но как только окунулась спасительную тень противокомариной ткани тотчас рассвела заулыбалась еще долго после выхода обратно на море она прям отказывалась снимать его исходя из этого зато я полностью убедился что мой на комарник выполняет свои функции на все сто и с тех пор я ничего не менял в этой линейке продуктов и он до сих пор спасает мою жизнь и нервы чего и вам советую спутниковый маяк лично я не владею спутниковым маячком просто иногда пользовались в группе и порой занимаем иногда кто-то в группе владеет сам по себе маячок он недорог но обслуживание каждый год стоит 200 долларов и это самый минимальный набор функций еще он с небольшую тарелочку легкий не объемный первый раз мы воспользовались в апреле тринадцатого года ходили с девочкой на пять дней по диким горам сахалина по неопытности посадили батареи на третий или четвертый день и не поняли что посадили и он перестал общаться со спутником поэтому народ нас прям потеряла данном заключительном этапе каждый 10 минут он посылает сигнал на спутник а там по глобальной сети информации уходит на соответствующий сайт ставится треккинговая точка и так каждые 10 минут через время появляется уже видение куда и как направляются походники и за этим можно наблюдать в любом и любой в реальном времени но первый раз случился казус по неопытности на второй день стали на обед поели пригрела солнце и накопленная за первый очень трудный день усталость она дала о себе знать ему уснули часа на два спутнику майку как назло не спалось и он продолжал работать потом режиме передавая каждые 10 минут данные но так как спутники они всегда дают погрешность то через следующие 10 минут данные отличались отклонения были незначительными от 50 до 400 метров но за часы обеда и сна на карте нарисовалась такая некая причудливая картина нашего шараханье по округе в кавычках конечно шараханье ничего страшного но многие потом спрашивали а чего мы как идиоты бродили там кругами изолента я бессилен написать все те чудеса которые творит изолента в походе она незаменима уверен никого в этом убеждать не нужно она чинила и мои фиброгласовые дуги от палатки и помогала надежно упаковывать тушенку пакетик и могла спасти мою пиву если внимание путёст это все о ней об изоленте иголка нитка ничто не вечно в походе и порой требуется починить одежду особенно это касается штанов бывает так напоришься с размаху на сук особенно еловый только треск раздается с печальным результатом и вот грустный лоскут материала бессильно повис в изнеможении а чем дальше тем больше за это пахало будет цепляться весь лес и чтобы до конца довести дело и разодрать ходовые штаны как-то я вышел из тайги и сел на автобус своих похожих на кальсон и трико которых сплю потому что штаны как будто попали в эпицентр ядерного взрыва ну и там бы уже никакая голка не помогла но в других случаях очень даже выручала в 2002 году при байкале мне пришлось вообще каждый вечер махать иголкой как заправскому ткачку геологов с которыми я попёрся в тамошнюю тайгу не устроил мой рюкзак и мы оставили его на базе а мне прикупили в севербайкальский новый литров на 70 ну так он почти с первых шагов маршрута решил что это не его мое дело и как давай отрезкаться вот я только успевал латать его и хвала нитки с иголкой а то я даже не знаю степень печали которая нас постигла бы в тех диких краях поэтому не забываем вкладыш то что мы называем russian вкладыш это большой полиэтиленовый пакет настой более литров пользуемся мы этим с незапамятных еще советских времен вкладыш в рюкзак а вещи свою очередь уже внутрь в этот большой пакет а некоторая защита от воды есть как от дождя так и от мало прогнозируемого падения в речку как я уже упоминал предыдущих главах такого рода вкладыш также служит основой для чехла который укутывается палатка пенка часть его отрезается ибо слишком длинный что избыточное здесь он служит больше как защита от колючей режущих опасных предметов коймы выступает ветви деревьев до кустарников нужно сказать весьма эффективно судя по тому состоянию в кое прибывает рзац чехлы после походов но своей жизнью они зато спасают целостность палатки и пенки но есть еще одна роль вкладыша редкая но от того жизненно необходимая и это ролик экстренной растопки прошлом году под спамбергом не пришлось идти целый день в ливии а когда я пришел к вечеру куда-то в какой-то глухой лес встал на стоянку все было настолько мокром состоянии что требовалось что-то ну сильно горючая чтобы хоть как-то родить костер сухого горючего не было свечки небо ничего не было кроме вкладыша я оторвал большой кусок онова но он легко занялся зажигалки и закапал раскаленной лавой на сложенные сырые дрова и уже через несколько минут как не сопротивлялись мокрые полежки они корежились дымном огне кипящий целлофан было не остановить ночью все также шел дождь и утро занялось еще более сырым чем до того и вновь вкладыш был на высоте легко обеспечив меня огнем это конечно далеко от таежных способов разведения огня да и ладно стой эффективно ну и в случае если палатка где-то дала течь бывает она в одной точке дает то вкладыш поможет как дополнительная защита на крышу палатки я просто крепил вот той же волшебной изолентой и у меня как раз случалось случилась такая проблема и все было нормально коряво зато течь пропала и раздел другое начинаем трековая палка или палки можно написать целую труту роли палки в роли становления человечества это наш верный спутник пару-тройку миллионов лет и походе и нашлось достойное место главное понять чего рассказ начинать не раз и не едва я лично наблюдал как у людей в процессе похода открывались глаза на пользу палки или посоха кому как удобно и выломав для вспоможения себя палку человек уже не расставался с ней сотню-другую километров до самого последнего шага похода при этом испытывая практически муки совести в тот момент когда приходится бросать побитую невзгодами верную спутницу где-нибудь уже у входа вагон или автобус кому из нас незнакомо это чувство так что ты бормочешь не впопад слова извинения палочки бережно поставив его дерево и уходишь чувствуешь себя так будто бросаешь друга и читая заметки разного уровня походников я нередко натыкаясь на признание палки как верного помощника в невзгодах похода в японии пришлось увидеть понимание этого и у японцев восхождение на самую большую очень священную гору фуджияма или точнее фуджисан началось не с подножия где-то двух с половиной тысяч метров сама гора высотой 3776 куда говорливую группу очень желающих оказаться на вершине горы автобус вывалил наподобие большой площади которую окружали небольшие гостинички там магазинчики и выскочив с салона я почти тотчас заметил груду палок стоящих у одного из этих магазинов это были обычные палки как от какой-нибудь русской металли цепочка японцев выстроилась в груды палок и передав монеты или бумажку продавцу хватка брали палку и допали по дорожке покорять фуджи и стоили эти палочки целых почти 5 долларов 500 йен еда едва ли не в цену трековых палок которые продаются у нас сейчас в магазинах распродающих китайские товары и обгоняя группы японцев я видел что все не шли с этими палками что потом бросить их после восхождения там внизу ну а сметливые продавцы вновь соберут их и продадут вот такой любопытный круговорот палок я наблюдал в японии сегодня палки вышли на новый уровень теперь их не вырубают из какой-нибудь и вы покупают магазине а раньше такие палочки ассоциировались лишь с лыжами и зимой но примерно лет 15 они вполне уместно смотрятся уже и летом и хочешь не хочешь но ты будешь на них заглядываться по сравнению с лесными посхами они легче хоть и не всегда прочнее но легкость все компенсирует кроме всего прочего их можно удобно отрегулировать по высоте у них есть темляк удобная ручка можно воды петь и петь фабричным палком я тоже балуюсь подобными игрушками правда в этом году уже сломал последнюю но к началу сезона куплю нары еще они стоят 500 рублей за пару есть за 10 тысяч каш но преимущественных перед дешевыми почти нет ну может немного легче прочнее за 500 рублей их можно покупать хоть каждый месяц и ломать тем более что я пользуюсь не двумя палками только одной всегда в тайге две палки это абуза а вот она помощница сколько раз я это говорил тем кто шел с двумя и всегда видел результат сначала недоверие а потом понимание этой истины в лесу особенно сахалинского всегда нужно бороться с растительностью и как-то выходит так что две палки они запутываются лезут по ноге и при этом еще и руки заняты они требуются чтобы вот раздвигать растительность ну то раздвигать то задвигать и часто необходимы обе руки с одной палкой можно есть такая техника а вот с двумя категорически нет повесив на лямку палку ты просто отпускаешь и просто бросаешь и она с тобой тащится за рукой а ты все равно орудуешь рукой тебе палка не мешает растягивают например мощный бамбук палкой подтянуть двой и хватая рукой сразу левый правый левый правый и по ней тянись как по веревке палка упор должен быть землю как бы третью точку не используешь палку упирайся ладони упирайся в палку верховину палку отперлась точку почувствовал и в нужный момент крепишь палку чтобы застопить вкус например сланик через несколько минут выходя уже в другую местность буквально через несколько минут происходит нас халень ты как минным щупом раздвигаешь траусинное перо это папоротка вот такой и двигаясь по темнохвою чтобы ускорить движение потому что не видя под пологом пера поверхности а ты ее не видишь за перед этим пером ты продвигаешься фактически на ощупь ведь под ним может быть и яма и камень и корень да все что угодно а палка она ускоряет процесс движения раздвигая перед собой папоротник она незаменима при штурме хребтов по ручьям которые так и норовят сбрыкнуть повыше с места тогда упираясь на мягкий торец палки ты получаешь как бы такую необходимую точку опоры которая надежно закреплена и на мгновение упав на нее всей массой ты перекидываешь тело выше цепляясь за камни на метр самый этот выше все это приходит с интуицией опытом там не надо иметь 7 5 лобок при выходе на дорогу или хорошую тропу палка да придает ускорение разгружает колени только лучше всего периодически менять руки то влево то вправо брать я не один раз слышал жалобы тех кто ходит двумя палками по открытой местности где-нибудь на чистых хребтах там на море на тропах две палки не обуз что у них болит участок шеи основания этой шеи на второй или третий день начинают свою волю это перекресток нервных окончаний мышц именно в этом месте у многих особенно после 50 начинает расти что-то типа горбика это значит проблемы шеи руками спиной запущенная проблема тех кто выйдя с двумя палками в поход обнажает намечающуюся проблему она у них еще не началась она уже них на низком старте это люди как правило там лет 130-40 именно те кто в походе они на городских улицах с этими палочками в походе движение рук с палками не имеет той постоянной слабой амплитуды как в тепличных условиях города или ровной дороги в походе нужно собираться то вверх то торопиться вниз то обходить препятствия то лезть по реке и руки с палками не так и летают да еще и отягощенные при этом палками пусть достаточно легким но я попробовал воспроизвести движение они мне сильно напомнили то самое упражнение те самые упражнения которые делаются для профилактики для лечения этого горбика и поэтому не удивительно что после целого дня или двух хождения с палками по горам перегружается этот самый условно перекресток не можно сказать что это ну это полезно ходить с двумя палками тем людям которые имеют уже предрасположенность подобные проблемы но нужно понимать что все хорошо в меру и лучше чередовать хоть то с палками то без давай отдых это все по моему мнению прошу не принимать за истину в последней инстанции просто опыт наблюдения и определенные выводы имеющий субъективный характер хочу еще отметить что ходьба с палками она усиливает метаболизм по сравнению без если без палками я читал что где-то до 30 процентов это очень много в жестком походе это плохо много есть приходится и подъедать все запасы а в простом наоборот хорошо вы эффективно худеете и конечно палка по мне лучше одна чем две при переправе через порожистые речки это описывал еще владимир растений всем кто не читал его книги бегом читать микросовет на закуску если округа безлюдная а местные медведи не сбежали из цирка то наверное не стоит собирать палку лишний раз гоняя ее застежки и закрутки так или иначе это все-таки сказывается на ресурсе просто поставьте в сторонку и все к тому же крошку времени вы не потратите на ненужные манипуляции я говорю не просто так просто столкнулся с этим недавним походе и в этом случае отмечу что современные палочки также знаменуют собой походную революцию станок мыло тайге некого пугать своей щетиной или бородой если совсем долго бродить но выход цивилизацию неизбежен как дембель и чтобы очаровать продавщицу в каком-нибудь деревенском магазине ну хотя бы для того чтобы она не отказала в зарядке телефона как минимум требуется побриться а мыло поможет вечером почувствовать себя на седьмом небе помышлись в реке или в озере да и постираться иногда бывает не лишним почему-то всегда приятно утром надеть чистый термак пусть и немного влажный ремень кобура телефонная ремень несенный список выступает у меня в качестве разгрузки это широкий офицерский ремень старого образца с большой звездой пряжкой на нем как на новогодние елки висят кобура с телефоном пила щепочница в чехле и будет висеть кобура с фальшвейером при байкале еще топорной сил георги заставили это мой набор возможно у вас другое меню ведь это дело вкуса каждого сумка вспомогательная данная сумка изначально предназначалась для какого-нибудь большого зеркального фотоаппарата но судьба выбрала для нее другую судьбу в равной степени выполняет роль разгрузки и функцию быстрого доступа к некоторым вещичкам там то конфетки то второй телефон в роли gps потому что первый патефон орет в кобуре тех местах где могут быть медведи ну хотя бы так их немного предупредить ибо нет более опасной машины чем застегнутый врасплох медведь иногда фальшвейер когда нет кобуры большой фотоаппарат этот способ я приобрел 2002 году в том самом комарином при байкале мне достался самый тяжелый груз я просто изнемогал под ним но у меня была небольшая сумка я постепенно стал в нее перекладывать сахар соль еще что-то и когда груз расплылся более-менее тонким слоем по телу мне стало легче это запомнилось и осталось правилом для моих походов когда-то в качестве разгрузки я носил и жилет но не легло в душу не очень удобно я забросил последняя большая глава не материальной необходимости электронные карты карты то без чего поход невозможно ну если только вас не ведет знающий проводник но в случае когда идет один здесь без сомнений нет нет кар нет похода можно пойти без палатки и без спальника даже без рюкзака но без карт ты без помощи каждый поход требует своего квадрата подробных карт желательно 500 метровок но сойдут двух километровки лишь бы они были сами программы уже давно скачаны на ваш телефон и не имеет смысл здесь говорить о них это другая тема наша тема это вещи которые необходимо взять поход здесь сейчас и это безусловно те карты куда мы идем так как я уже беру два телефона то дублирую карты в оба это избавляет меня от распечатки на бумаге и тщательного запоминания нитки как-то я притопил телефон пока он сох несколько дней шо по памяти теперь я хожу с двумя телефонами и это оправдывает себя со всех сторон карт лучше иметь несколько типов спутниковый топографический даже maps.me который больше специализируется по городам и весям но в нем есть своя фишка он неплохо дает источники воды как для меня это порой выручало в крыму один раз вспомогнула на сахалине то что мне нужна была вода нет просто знает точное место родника и выйди на него я знал что там на этом роднике есть тропа в которой можно выйти наверх куда мне нужно было она пробита как раз через такие кущи что сейчас даже сейчас осознанно по коже по коже и maps.me меня точно вывел к этому роднику благодаря чему мне уже не нужно было пробиваться наверх по этим кущам по страшной растительности досуг все что поможет нам полноценно провести время вне ходовой части сна и еды иногда этот период болезненно растягивается например когда безудержно льет сонный дождь но коли ваш досуг заранее спланирован то вам нет дела до барабана дождя вы увлеченно бродите по странице книги с дерсу за лапость и ход талини или раскрыв рот смотрите какой-нибудь сериал но все потому что вы заранее скачали и сериал и книгу то есть подготовились и и Продолжение следует...